Привет! Меня зовут Эд и сегодня мы поговорим о методах очистки печени. Сегодня у нас следующий рецепт, следующая реакция по методам очищения печени, соответственно всего организма и стабилизации перистатики желудочно-кишечного тракта. Такой рецепт идеально подойдет именно этим людям. Также прекрасно подойдет людям с повышенным весом и страдающим, как я и сказал, различными хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это запоры, это различное вздутие, ну и так далее. Итак, мы будем употреблять просто тыквенный сок. Запасаемся тыквой, она хорошо хранится, ее можно хранить даже в квартире несколько недель, она не будет портиться. Просто где-то в углу ложите 3-4 тыквы и все. Берете одну тыкву, раз кусок отрезали, два отрезали, три. Остальные куски пока храним в холодильнике. А цельные тыквы мы где-то храним просто в углу нашей комнаты, в кладовке, в шкафу, где-то еще. Значит, главное правило. Первое. Пьем тыквенный сок. Пьем натощак. За час до питания. Утром пьем, просто встаем. Мы можем делать какие-то гигиенические мероприятия. В туалет, там чистим зубы и так далее. Дальше. Делаем себе тыквенный сок свежий и выпиваем. Один стакан. Кто страдает различными заболеваниями, начинайте с полстакана. Если у вас нет запоров, может получиться послабление. Поэтому начинайте с полстакана. Если все в порядке, доводим до стакана. И употребляем утром, сразу после пробуждения. И кушаем только через час. В обед перед едой за час. И вечером в 6 часов перед едой, например, третий раз, тоже за час. Также идеально четвертый раз, натощак, кушаем последний раз в 6-7 часов вечера. А натощак в 11 часов вечера выпиваем еще стакан сока. И можем скоро отходить ко сну. В этот период мы уменьшаем потребление пищи всегда. Завтрак, обед и ужин. Дальше. Не употребляем тяжелые и ненужные нам продукты. Жирное мясо, колбасы, копчености, соленые огурцы, помидоры, пирожные. Булочки. Уменьшаем количество хлеба. Не кушаем сахар. Желательно уменьшить потребление картофеля. В любом виде. Уменьшить, а не прекратить. Кушаем последний раз, как я и сказал, в 6-7 часов вечера. И работаем с вот такой терапией. Идеально, непрерывно, не нужно работать, потому что она в итоге не даст никаких результатов. Работаем курсами. Четыре недели, три раза в день пьем по стакану свежевыжатого тыквенного сока. Дальше делаем перерыв две недели. Опять четыре недели пьем. Делаем перерыв две недели. И так можно довести до 6-8 курсов. Дальше. Кто не любит вот этого приторного запаха и вкуса тыквенного сока, можно добавлять в него, добавлять в него, небольшое количество свежевыжатого лимонного сока. Небольшое количество, сколько кто хочет. От ложки там до пол лимона. Дальше. Когда вы будете выжимать сок, можно добавить одно яблоко. Также можно добавить одну морковь. Что-то из этого. Не надо все это перемешивать. Лучше по отдельности. Добавляем или одну морковку, или одно яблоко, или выжимаем лимонный сок. Это кто не любит приторного запаха и вкуса тыквы. Все. И вот так работаем. По 4 недели с перерывами 2 недели. До 8 курсов можно так пройти. Уменьшаем питание. Не кушаем запрещенные продукты. Мы последний раз кушаем в 18-19 часов вечера. Все. Первое. Вы хорошо почиститесь. Хорошо почиститесь. Почистите и оздоровите свою печень. Почистите вообще весь организм. Дальше. Если вы будете полностью соответствовать всем моим рекомендациям и применять, вы сбросите еще и вес. То есть вы похудеете. Также уменьшится в крови количество холестерина ненужного, который забивает постоянно наши сосуды. Ну, соответственно, все почистится. Вот такой отличный рецепт для вас я сегодня и подготовил. Все. Будьте здоровы. До встречи на моем канале завтра. И пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok